добрый день мои дорогие как говорится договоритесь на берегу со своими близнями как вы будете действовать в случае когда нужно будет уезжать на если конечно есть куда уезжать на заранее подготовленной позиции сейчас закончился это так называемый саммит и главы это сказать эти государства получили рекомендации вот но какие рекомендации считай дорожную карту отчетной аристократии как поступать но мы не будем сейчас об этом говорить по поводу оспы что не стоит пить воду из-под крана и даже по покупная вода может быть не совсем качественная так скажем да вот после этого говорят в частности я или марон он уполномочен рассказывать нам после этого придет на ты так сказать это все слова да потому что вы понимаете в какой ситуации мы находимся и под каким управлением поэтому тоже здесь мы вдаваться не будем все вы все 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 прекрасно знаете цель моего так сказать с вами общения это сказать вам что я вас не бросаю мне пишут в комментариях и где-нибудь не бросайте нас значит делитесь информацией мыслями для нас очень важно мы сверяем так сказать свой путь да но здесь я несколько слов могу сказать о том что я далеко не лучше я обычный мирянин обычный христианин есть люди более достойные более яркие дай бог чтобы они не бросали вас чтобы они делились и эпизодически хотя бы да но чем чаще тем лучше потому что архиереи вы пишете тоже архиереи священники нас бросили а про мирские власти это все очень ярко показано главой администрации поселка сямжа курской области сам жипом который потом ролик прислал на побережье море там средиземное по моему в израиле он стебется и рассказывает что он не особо то или или и любил местное население русских курьян и сам сайте из курска родился и в 17 лет уехал в ленинград военно медицинскую академию поступил двадцать пятую школу закончил на зержинского последний год на потом часто финансово какое-то учреждение значит есть понимать вот мне очень нравится дать добыча вот вот он сейчас тоже ролик сделал недавно рассказывает об экуменистах какой там отец николай германский еще алиев какой-то тоже значит но очень и очень красивый человек добыча но сюда на белом фоне здоровые плечи хорошо говорит умеет комбинировать видео я ленивый не умею не хочу учиться вот вот такие люди мне он приятен то что человек имеет свое мнение человек имеет рассуждение очень очень правильно очень красиво дай бог ему здоровья и вот такие люди должны быть коли значит по поводу мвр что все бросили до коли никого нет а те священники там отец андрей соковых отец сергий цепов мой друг отец сергий стоянов отец владимир отец владимир ладно неважно да вот да не будем я перечислять вы их видели у меня на канале многие их и телефоны и выставлены они офицеры если мы с вами рядовые кое имеем ценность но не такую как офицеры они офицеры они и не видите не светятся я понимаю не осуждаю принципе принимаю но тем не менее вам нужно давать информацию вас не надо бросать вас нельзя бросать вот потому что потому что я ставлю себя на ваше место у нас отняли церковь но стены стоят но пираты то есть мы можем заходить церковь можем что-то купить но только если книги то читайте какая редакция какой год издания вот то есть я иногда захожу когда бывают паломнических поездках по план по по северу вот недавно был в костроме вот но их на службе упаси господь вас быть тем более прикасаться к священникам и выбрать богословение к архиереям нынешним который там служит но так слову поэтому цель моего общения сейчас это сказать вам о том что заранее договоритесь пообщайтесь с вашими ближними об том когда начнется ситуация когда стоит уезжать уже как как вы узнаете что стоит уезжать чтобы не дождаться того времени когда уже скажут по громкоговорителю потом потянут машины скажут дети влево взрослые вправо будут стоять наши эти вот мальчики оденут маски обязательно вот эти они думают что это их спасет на самом деле они тоже будут утилизированы только позже но они не понимают почему потому что они плохо образованы вот помните йозеф говорил дайте мне средства массы информации я из любого народа сделаю стадо свиней вот так что это вы в этот вот и поэтому как вот успеть чтобы до этого громкоговорителя православных и христиане не переживайте вы узнаете вы это поймете явным образом насколько на настолько явным что это будет сродни звонку по вашему телефону или звонок в дверь но я хорошем смысле то есть это не просто какое-то введение которое нужно почувствовать знаешь как в тонком сне почувствовал не почувствовал а вот буквально поле пара или там маша давай то есть это будет очень явно вы это поймете даже не переживать ваше дело это не дня не отступить не не продать держаться святой троицы вот и это это первая часть моего то что я планировал сказать и вторая часть это имейте вещи то есть даже мысленно я сейчас переверну камеру у меня тоже здесь вот видите кстати у меня это икона иерусалимская икона она освещена на иконе иерусалимской у меня ладан пахнет филарет московский дроздов и оптиной пустыни святой нектарий вот и вот у меня какие-то видите тут книги но что влезет в машину вот одежда теплая уже написала очень аккуратно взять с собой взять с собой там вещи вот тоже видите какой почек красивый очень аккуратно тут статуэтки у нее вот инструменты лопата лыжи вы же охотничьи по снегу это казан а там снизу казана на чем можно там поставить чтобы меньше как бы выше был кпд вот понятно да мысль я вам категориями говорю сейчас я переворачиваю документы вот то есть вы на берегу как я начал наше сегодняшнее с вами общение на берегу договоритесь дай бог только чтобы вас не поставили как это многие делают неразумные люди мне повезло но она у меня елена николаевна женщина верующая она еще раньше пришла к богу отец василий любил ее вот отец василий тоже очень хорошо относился к ней она она городская она москвичка она переживает жизнь деревне а ее пугает вот но это другая история вот по крайней мере вот это слово вот это вредительское вот это надо реже говорить стараться буду да значит и я желаю вам чтобы ваша вторая половинка дай бог она была венчана и мы венчаны кстати вас поддерживал если вы мужчина или вы женщина потому что это очень важно единение без единения руки опустишь в раз и даже вот вроде сильный человек и духом а если бы я не имел поддержки очень трудно быть одному очень трудно я бы сказал ну ладно вот поэтому договоритесь на берегу свободную погоду чистую погоду осталось там недолго ведь они сами не знают но сейчас вот вроде решили уже заняться нами плотнее но но и к лучшему они сами очень боятся слова это мне несколько слов вам сейчас скажу очень боятся потому что может что-то пойти не так она так и будет потому что господь святая троица создала и деницу и черную аристократию но всех кто родился соответственно от женщины в плоском деянии вот вот опять сказал значит поэтому они сами боятся они понимают кто в доме хозяина не понимают кто может все буквально мгновением пальца все изменить но господь не перешагивает через удар свой человеку который называется правильно свободная воля и многие говорят время еще почему вот я хороший там я там менее хороший тут а там совсем хороший труженик там не пьет не курит молится верует это и так далее а живу плохо потому что господь ведает что хорошо человеку чтобы он пришел к нему чтобы он не отступил от него чтоб он остался в нем и по его мнению значит так так правильно я всегда говорю почему вот я когда я был маленький у моего школьного друга миша устюжина папа купил машину копейку и я очень ну завидовал плохое слово я восторгался потому что иногда миша меня катал а у деда была инвалидка он ветеран войны мишин дед вот и значит это было восторг у меня был восторг с этой машины вот но миша попал в аварию тогда не было зимней резины и он врезался там в курске на пол горы называется у нас в траве в трамвай понесло его и так далее хорошо без травм больших но машина сильно пострадала я к чему говорю я мечтал но господь я только уже в взрослом состоянии мне уже было лет по 30 там 28 шестерку я купил красную бордовую бушную вот и значит я был счастлив а почему миша там в 12 лет уже меня катал в 10 а я в 28 хотя я учился тоже хорошо даже можете лучше миши чем-то не полезно тебе евгений сказал господь наверное не полезно тебя машина убьешься поэтому деньги тоже не полезны вы знаете вот это для отдельная тема поэтому дорогие мои можно остаться в городе тоже понимаете что вы будете делать понятно что если все там сказать не будут открываться не будут как эти как уходить вот это вот в страхе они сами вас боятся они же ведут вы ведут вас куда в один конец они делают противозаконные вещи за которые придется отвечать и тут и там и при земной жизни и по окончании и поэтому они боятся больше чем вы если вы не будете бояться не откроете двери то эти там 15 человек не смогут физически вскрывать ваши все двери но так слову просто раскиньте вот и вот эти вещи надо понимать пообщайтесь есть эти ватсап слава богу есть сгруппируйтесь но русские креативные они когда прищучит они они проснутся этого они боятся кстати поэтому вот разговор у нас диалог потому что я говорю категориями я говорю вам просто даю вам какие-то вешки выставляю для того чтобы вы уже сами соображали как кто или иной вешки подходить как ее увидеть темноте или там в сумраке или еще смеркается почти так далее вы увидите эти вешки вы вспомните православным автором как я говорю блогеры это слово дурацкое вот тот же добычин вот я в несколько раз его видел ролики кто там еще у нас православный то есть напишите черняковская наталья хорошая женщина но она она не была православная нам нужно чтобы вот православный был это же время замесом на современную ситуацию реальный человек не только там господу помолимся это уж хорошо я церковном хоре пил и молюсь утром и вечером иногда и обедницу служу когда этого с андрея нет встречи к отцу николая кимычу советскому приезжаю в москву вот там у него частный храм тоже замечательно да это все правильно но вере свои надо руками помогать как песня у высотского было я голове своей руками помогал поэтому когда рамкоговорители вам скажут на выход можно без вещей оставьте двери открытыми так они пишут вот вы должны понимать что вот наступил период если вы останетесь в городах хорошо если вы уедете из он их еще лучше и я вам скажу по поводу вот еще лучше не так страшно как кажется вот эта ситуация связанная с отъездом из города не так страшно не так это сложно я не говорю что занимайте свободные дома это будет потом значит не обязательно есть какие-то знакомые нельзя бояться нельзя бояться дома продаются 200 тысяч до полмиллиона дом стоит машина стоит вот вы покупаете машины 5 миллионов китайские которые там когда они остановятся никто не знает когда они будут ржаветь кузов и у них там плохая силиконовые трубки плохие потом этого всякая электроника сенсорная тоже она при минус 25 уже все вот все ждут когда это машина стоит до 10 миллионов машина которая становится и это будет кусок железа на дороге а вы трясетесь из-за трехсот пятидесяти тысяч или даже пол миллиона даже пусть миллион это несопоставимо миллион и это ваша жизнь где будет еще и гараж дровник 10 соток 20 соток земли и колодец и речка полкилометра а вы говорите ипотека а вы говорите новая китайский автомобиль включайте голову поэтому не так страшно не это это возможно купить дом вот масло для светильника и осветительный керосин более вонючий у жены аллергия я тоже купил масло подороже для ламп на зоне в про фонари это я не буду говорить тоже на зоне все светодиодные фонари можно купить и панель для для солнца солнечную панель для зарядки все это уже другая тема это уже полное этого всего я не буду об этом говорить я вам говорю вот о том что договаривайтесь на берегу потому что когда возникнет громкоговоритель и автобусы вот во дворе это будет что правильно это будет истерика поэтому чтобы не допускать до истерики а истерика что порождает безразличие а безразличие что порождает уныние а уныние что порождает самый большой грех уныние и гордыня уныние и гордыня порождают самоубийство самоубийство самый большой грех поэтому дорогие мои доброписная истина я вам просто напомнил уверен что вы все знаете поэтому вот так сзади у меня фольга там сделал маленькую баню 6 на 4 на вологодчине на вологодчине и какая картина красивая а это фольга жать выгодиваю у тебя деньги есть у меня нет ребята сейчас денег уже ни у кого нет потому что эти мишустик или как вами мишустин такой тоже колоритный персонаж обложил обложил всех люди кто имеют бизнес ноги закрываются вот потому что нужно платить около 60 процентов и не на модернизацию не на закупку мы же все покупаем это другая история помогать господь не унывайте я помогаю как могу кто и обращаюсь православным автором помогайте сейчас горячий период наступает помогайте нашим братьям и сестрам с вас не будет а людям это очень полезно тем более сейчас будем жить ваш евгений лопать